И всем привет, ребят, с вами Starbuck, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, буквально только что я записал видос с новыми ключами контейнеров, которые вы можете найти на канале, но у нас из видеоблога есть еще одна очень важная и интересная информация, которая прозвучала и которую нам нужно вместе с вами, конечно же, обсудить. Если вам подобного рода видеоролики нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на канал, ну и конечно же не забывайте про розыгрыш, который прямо сейчас у нас имеется на 1 миллион кристаллов на 15 тысяч танкоинов, для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте ему личный такт, тактимпэ, дальше выполняйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо видеоблога и информации, информация у нас очень важная по поводу защитных модулей появилась и вся эта информация является настолько важной, что я даже, давайте лучше послушаю ее вместе с вами еще раз, потому что я ее переслушивал, наверное, 2 или 3 раза, да, и понял ее определенным образом, так что давайте послушаем, а дальше я уже скажу все, что я думаю. Работа над защитными модулями. Ранее в 471 выпуске мы объявляли, что хотим переместить доступность резистов ближе к конечным званиям до маршала, но в итоге мы приняли решение открывать доступ ко всем резистам со звания генерал. Также мы сохранили возможность получать модули из проводимых мероприятий или спецпредложений в магазине. Важный момент про стоимость. В будущем шаг прокачки вырастет и по механике станет таким же, как прокачка дронов. Стоимость вырастет и станет по прокачке стоимость такая же, как стоимость дронов. Я эту информацию переслушал, как уже сказал, 3 раза, чтобы понять, правильно ли я все понял. И правильно я понял это точно. Теперь, ну в принципе можно слушать. Не будет модификации, лишь процент резиста от 5 до 50. Теперь, по сути, любой модуль это прокачка того же самого дрона. То есть теперь цена модуля равно цене дрона. И как только выйдет это обновление, а оно скорее всего выйдет уже в следующую пятницу, через неделю, прокачка любого модуля будет стоить 1 миллион кристаллов. Ровно столько же, сколько стоит сейчас прокачка одного дрона. И это, конечно, максимально неприятно и жестко. Также стоимость броненосца, в моем понимании, тоже увеличится. Насколько увеличится, никто не знает. Но цена вырастет. Соответственно, если учитывать тот факт, за какую стоимость можно было бы прокачать сейчас этот резист, и та стоимость, которая будет уже с выходом этого обновления, то это, ну, наверное, где-то на процентов 30 больше в цене. Да, если учитывать тот факт, что у нас прокачка резистов идет с МК1 до МК7, и если учитывать каждую модификацию, да, на нее же тоже нужно тратить кристаллы, то где-то на процентов 30 стоимость этого всего дела вырастет. Поэтому мой вам совет, если у вас не докачаны резисты, и я уже, в принципе, этот совет давал раза два или три, да, на протяжении последних, наверное, трех месяцев, когда говорили у нас о ребалансе модулей, то прямо сейчас уже эту прокачку сделать, ну, крайне, наверное, нужно. Крайне нужно. Поэтому те резисты, которые у вас более важны, более нужны, нуждаются точно в этой прокачечке. И, скорее всего, даже без скидок, ну, вы можете там уже сами посчитать, это будет выгоднее. В любом случае, цена модуля будет равна цена прокачки дрона, и это та вещь, про которую я говорил, ну, наверное, как я уже сказал, на протяжении последних трех месяцев. То, что нужно прокачивать резисты, и если вы затянули все это дело, то, соответственно, будете уже платить повышенную стоимость этой всей прокачки. Ну, а кто прокачал резисты, так же, как я, на своем бездонат аккаунте, молодцы, сумели сэкономить дополнительное количество кристаллов, но вот такая вот информация у нас появляется, и, можно сказать, своего рода, да, новый какой-то определенный скамчик. А почему бы и нет? Да, почему бы и нет? Потому что цена на сегодняшний день крайне-крайне маленькая. На все дроны, мне на бездонате, о, вернее, не дроны, а резисты, нужно было потратить, ну, где-то около пару миллионов кристаллов, да. То есть сейчас это сделать крайне-крайне просто, поэтому цена возрастает с введением новых обновлений, но даже учитывая все эти факты, она будет, ну, наверное, плюс-минус такая же, как была раньше, если учитывать стоимость улучшения прокачки, да, потому что раньше у нас было время прокачки, сейчас этой времени прокачки нет. Пишите, что вы думаете по этому поводу, как вы считаете, правильно ли сделали, что у нас вот так вот поменялась цена, пишите также все свои мысли по этому поводу, ну, и, конечно же, поддерживайте данный видос лайком, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, ну, и прокачивайте резисты, пока еще не поздно, но, быть может, у вас даже получится все это дело оформить на ближайших скидках, если эта обнова не выйдет в следующую пятницу. Поэтому следите за всем делом и успевайте прокачивать резисты по выгодным ценам. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!